Перейдем к оценке модели множественной регрессии и проверке гипотез о коэффициентах и построении доверительных интервалов в r. Множественная регрессия, проверка гипотез. Возьмем набор данных, с которым мы уже познакомились, набор данных по швейцарским кантонам, поместим этот набор данных в табличку h. Давайте еще раз глянем на табличку h, что там находится. Там есть несколько переменных. По каждому швейцарскому кантону есть фертильность. Это, соответственно, количество детей до 5 лет, делить на количество женщин до 50, помножить на 1000, доля мужчин, занятых в сельском хозяйстве, и другие переменные, например, доля католического населения в кантоне. Еще раз напомню, что всегда надо думать, а что это у нас за данные. И в данном случае, поскольку у нас набор данных встроенный в r, то мы можем почитать о нем более подробно, нажав Help Swiss и посмотрев, что это за данные, более подробно. Итак, мы оценим модель, в которой данные берутся из набора h, и мы будем предполагать, что фертильность зависит от доли католического населения в данном кантоне, от показателя, насколько это регион сельскохозяйственный, и, скажем, от examination. Нажимаем Ctrl-Enter, и у нас оценилась модель. Теперь мы можем посмотреть отчет о этой модели, и на этот раз, после второй лекции, для нас в этом отчете практически не осталось белых пятен. Давайте внимательно посмотрим, что здесь выведено. Ну, вначале просто продублирована формула, тут ничего не интересного. Дальше следующая строчка — это остатки от модели, то есть насколько спрогнозированная фертильность не была похожа на ту фертильность, которая в данных. То есть минимальная разница составила минус 26, максимальная — 18, медиана — 1,2, то есть это показывает разброс ошибок прогнозов. Следующая табличка — стандартная табличка, которая выводит более-менее в таком виде большинство статистических пакетов. Первый столбик — это оценки коэффициентов. Соответственно, наша модель — это то, что прогноз фертильности равен 90 плюс 0,04 умножить на долю католического населения, минус 0,09 умножить на долю мужчин, занятых в сельском хозяйстве, минус 1,07 умножить на examination. Следующий столбик — это стандартные ошибки каждого коэффициента. 8,63 — это стандартная ошибка коэффициента β1 с крышкой. Ну а скажем, 0,08 — это стандартная ошибка коэффициента β3 с крышкой, коэффициент при доле сельскохозяйственного населения. Автоматом посчитаны т-статистики, которые проверяют гипотезы о незначимости каждого коэффициента. И здесь мы видим, что гипотеза о том, что β1 с крышкой равно 0, отвергается. Гипотеза о том, что β2 равно 0, не отвергается. Гипотеза о том, что β3 равно 0, не отвергается. И гипотеза о том, что β4 равно 0, отвергается. Мы можем попросить компьютер вывести только табличку с оценками коэффициентов, стандартными ошибками, тест-статистикой и значимостью, coef-test-model. И также можем легко получить доверительные интервалы, conf confidence-interval, confint-model. Соответственно, вот мы видим, что доверительный интервал для коэффициента при доле католического населения от минус 0,04 до 0,12. Также можно попросить компьютер визуализировать нашу зависимость, коэффициенты модели spg-lm-model и посмотреть, опечатался spg-lm. И у нас получается график, на котором визуально видны и оценки каждого коэффициента, и доверительные интервалы, и, соответственно, пунктиром проведена линия 0. И таким образом мы визуально можем быстро проконтролировать значимость или незначимость каждого коэффициента. Вот эти два коэффициента незначимы, потому что доверительный интервал пересекает 0. А вот этот коэффициент значим, потому что доверительный интервал не пересекает 0, то есть оценка коэффициента существенно далеко от 0 лежит. Теперь перейдем к проверке линейных гипотез. Давайте проверим линейную гипотезу о том, что коэффициент зависимости при доле католического населения и при доле населения, занятого в сельском хозяйстве, одинаковый. Мы говорили о том, что есть несколько способов проверить эту гипотезу. Значит, давайте реализуем способ с построением вспомогательной регрессии. Проверка гипотезы о том, что B при католическом населении равно B при Амгрикалче. Как будет выглядеть вспомогательная регрессия, мы выводили в лекционной части. Соответственно, здесь мы ее просто оценим. Model вспомогательная равняется lm. Данные берутся из таблички h, и зависимость имеет вид fertility от католик плюс. Вот здесь нам надо включить переменную, которая является суммой переменной католик плюс Амгрикалче. Соответственно, мы покажем i, вот католик плюс Амгрикалче. Для удобства перенесем формулу на отдельную строчку, чтобы она была видна целиком. Соответственно, если коэффициент при переменной католик равен нулю, то получается, что коэффициент при католик плюс Амгрикалче будет один и тот же. А значок i означает инструкцию для r, что надо трактовать католик плюс Амгрикалче плюс в прямом смысле. Не как введение новой переменной, вот здесь плюс трактуется как несколько разных переменных. Регрессор католик, регрессор Амгрикалче, регрессор экзаменейшн. А здесь внутри i плюс трактуется как банальный плюс, что надо сложить переменную католик с переменной Амгрикалче. Соответственно, оцениваем данную модель, смотрим summary этой вспомогательной модели. И получаем, что коэффициент при католик не значим, p-value равно 0.15. Это говорит о том, что гипотеза о том, что коэффициенты при католик и Амгрикалче равны, не отвергается. И, к счастью, в r, конечно, есть более удобный способ, что r сам построит необходимые вспомогательные регрессии. Мы не будем вдаваться в детали этого способа на этой неделе, мы поговорим о деталях другого способа на следующей неделе, но, тем не менее, уже сейчас мы его можем реализовать. Liner Hypothesis с большой буквы для модели. А гипотеза у нас состоит в том, что коэффициент при католик минус коэффициент при Амгрикалче равняется нулю. То есть о том, что вот эти коэффициенты равны. И, соответственно, компьютер сам построит и вспомогательную регрессию, и посчитает p-value необходимой нам статистики. Соответственно, вот оно выходит точно таким же — 0.15, как и у нас руками при вспомогательной регрессии. Но здесь немножко другой способ. Он считает не t-статистику, а ее квадрат. И этот квадрат — это 2.05. Но, тем не менее, способ абсолютно эквивалентен. Таким образом, мы смогли проверить гипотезу о том, что два коэффициента истинных неизвестных нам равны, и эта гипотеза в нашем случае не отвергается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова